А мы продолжаем и до меня в студии уже завитала наша чаревная гостья Наталья Тарнавська. Витаю тебя, Наталичка. И сегодня разом с тобой, что будем делать, какой мастер-класс? Сегодня мы будем делать лапсоснов. Это его большая версия, на него много времени затрачено. Мы будем делать более миниатюрную, но такого же плана. Да, просто студия декоры, флористики, букетики занимается сейчас не только оформлением свадеб, детских праздников, также мы оформляем комнаты для встречи новорожденных из роддома с их мамочками. Значит, сегодня будем делать лапсоснов для малышей? Да, и вот когда мы оформляем комнаты для новорожденных, то используем не только гелевые шары, гирлянды, также нас часто просят родители сделать вот таких лапсоснов для своих крошек. Они бывают разнообразной формы, разнообразных цветов, но у нас пользуется успехом именно вот этот ловец снов из бабочек. Хочется поднять его немножко повыше, чтобы телевизорители могли с полной верностью посмотреть, как он красивый. Это очень красивое изделие нашего флориста и дизайнера Виктории Халиловой, которые часто бывают в вашем госте. Поэтому сегодня мы решили сделать вот такого лапса. Мне хочется сказать, что бабочки довольно-таки мягкие, приятные. Из чего они сделаны? Этот материал называется фоамиран. Он очень-очень мягкий, очень гибкий и приятный в работе. Ну что ж, приступим? Да, приступим. Что для этого нам понадобится? Для этого нам понадобится проволочка, из которой мы сделаем круг. Лента, для того, чтобы сплести вот такую паутинку. Также фоамиранца. Вот он, из него мы будем вырезать бабочек наших. И, естественно, бусы для того, чтобы украсить нашего лапса снов. Я смотрю, что для того, чтобы вырезать бабочек, у нас даже есть небольшая заготовочка. Это, да, это лекала бабочка, из которой мы будем вырезать бабочек. Ну что ж, давай приступим. Давайте, я тут уже нарисовала бабочек, вы можете их вырезать. А я буду постепенно сплетать круг для лапса снов. Каким образом мы будем это делать? Ну вот я делаю сейчас вот такой круг. Сейчас мы его обмотаем ленточкой. Круг символизирует... Солнце у нас же ходит по кругу, поэтому круг символизирует вот этот проход солнца по кругу. Хотелось бы еще узнать, как положительно влияет ловец снов на малышей. Потому что некоторые считают, что он не только плохие, но и хорошие сны ворует. Не так, отрежьте мне, пожалуйста, немножко ленточки. Вот так. Я всегда готова помочь. Спасибо большое. Ну, во-первых, просто издавне существует легенда, что когда-то давным-давно, когда наш мир еще был совсем молодым, старому шаману из племени Макита было явление. Ему показался великий дух в образе паука. Когда они разговаривали, паук все время что-то плел в руках. И в конце разговора уже паук передал старому шаману вот это что-то и сказал, это ловец снов. Он ловит хорошие сны, хорошие мысли. Сны запутываются вот в эту паутинку, и, зная великую тайну, через вот эти отверстия, хорошие сны попадают к сновидцу, к сновидящему человеку, который спит рядышком. Злые сны, злые эмоции, они также запутываются, но они не знают вот этой тайны, которую знают хорошие сны. И они не попадают в наши головы. Они там и остаются в этом ловце снов, а с первыми лучами солнца они просто-напросто растворяются. Вот так хорошие сны, они переходят к детям, к спящим рядышком, а плохие растворяются с первыми лучами солнца. Поэтому плохие никогда не попадут к тому, кто спит рядышком. Поэтому сейчас и пользуется вот этот амулет. Амулет, да, он так и называется успехом. Очень хорошо, когда его делают сами родители для своих деток или детки в подарок своим родителям. Но я думаю, что каждый родитель, который посмотрит сейчас наш мастер-класс, сможет делать для своего ребеночка такой замечательный ловец снов. Я думаю, что ты просто обматываешь лентой наш труд. Да, просто обматываем, чтобы он был красивый, симпатичный. Какие цвета нужно выбирать для ловца снов? Это может быть любое что-то? Для мальчиков это чаще выбирают бежевые цвета, голубые. Фиолетовые, для девочек, естественно, розовый, белый. Кому какой цвет нравится, кому какой ближе к душе. Чем еще можно украсить, кроме бабочек, кроме лент? Вообще это украшается чаще всего перьями. Перьями украшают для того, чтобы сны мягко, нежно попадали к сновице. Это бусы, деревянные бусы. Это все то, что есть у вас под руками. Это могут быть вещи дорогие в вашей душе. Венточки, блестяшки, камушки. Да, это полет фантазии. Но главной основой должен оставаться круг, в котором должны запутаться сны. Да, и вот такие сплетения в конце, чтобы было вроде паутинки, через которые эти сны должны обязательно попадать к сновице. А у тебя, Наташа, есть такой ловец снов, который ловит твои сны красивые? Пока нет, пока к своему руки не дошли. А как же ты борешься с плохими снами? У меня нет плохих снов. У меня очень замечательная работа, приходя с которой мне снятся только хорошие радужные сны. Это цветочки, бабочки. Хорошо, а мне все время снятся люди. Людей на работе вижу. Люди, надеюсь, хорошие. Только хорошие. В нашу студию приходят только хорошие люди. Тихо ты. Я рада, я буду чаще приходить. Приходи к нам чаще, мы всегда рады гостям. Скоро близится Пасха. А как ты обычно декорируешь свою пасхальную корзинку? Пасхальные корзинки? Мы обычно покупаем игрушек, цыпочек всяких разных. Мы делаем корзинки своими руками. Кстати, мы делаем мастер-классы для детей в студии декор и флористики, где они сами делают эти корзинки. Украшаем сезалью. Налаживаем туда крашенки и идем светить обязательно. На мастер-классы к вам могут прийти только взрослые? Только детки или и взрослые? Нет, и взрослые тоже от 4-5 лет и до 99 лет. Вот так грубо говоря. Смотри, бабочек я, по-моему, все вырезала. Да, а я уже домотала вот наш круг. Как мы с тобой синхронно завершили работу. Да. А теперь вот этих бабочек можно сделать, ну, вроде как 3D-форматно лепить одну друг на дужку. Можно вот этим. Да, да, только вот эту немножко загни. Ну, первую одну немножко загни, чтобы она не была приклеена. И я так думаю, что мне нужна еще одна беленькая, потому что красненьких у меня больше. Можно еще одну, да. Тогда пока ты будешь завершать круг, я сделаю еще одну. Можно немножко обрезать этим. Естественно, я всегда готова тебе помочь. Отлично. Вообще, ловец снов изначально он делался у индейцев из коры ивы. Не было материалов, которые есть сейчас у нас под руками. Он делался из коры, оплетался зеленой листвой, украшался перьями. И желательно, например, если для мужчины делали, то украшали перьями орла. Для того, чтобы мужчина был сильный, чтобы он был мудрый, как орел. Интересно, а кого же женщины выбирали? Ну, это, естественно, перо лебедя. Ну, чтобы быть красивыми? Конечно, красивыми, грациозными, как лебедь. Но мне, как самой большой Соньке, нужна не моя собака. Можно перу жаворонка, чтобы оно помогало немножечко раньше вставать и раньше ложиться. Ну, если будут сниться хорошие СНОИ, зачем же вставать раньше? Ну, да, действительно. Так, загинаем наших красных бабочек. Угу. Да, и все. И сейчас мы клеим их, проклеим. И вот так могу тебе. Давай. А то с вашим горячим другом шутки плохи. У нас с горячим клеем очень хорошо работают детки. Они уже знают меры безопасности с ним. То есть, 5, 6, 7 лет они замечательно с ним справляются уже даже без нашей помощи. Угу. Сначала у нас же бабушки тоже мамы, бабушки, родители присутствуют на мастер-классах. И они так смотрели вот за каждым движением, чтобы, не дай бог, где-то ребенок не поранился. Не поранился, да. Ну, потом, со временем дети научились. И уже вижу, родители спокойно на это все смотрят. Ну, то есть, они уже не переживают, потому что знают, что дети уже умеют сети пользоваться. Это хорошо. Лучше научить ребенка пользоваться такими вещами, чем запрещать им не давать возможности учиться на своих ошибках. Действительно, очень хороший цвет. Еще одна 3D-бабочка у нас осталась. Угу. Мы ее тоже приклеиваем беленькой. Сейчас я вам запачкаю стол. Ничего. Для такого хорошего дела. Да, для такого не жалко. Потом их можно вот сейчас на... На леточку. Да, на вот такую леточку их можно наклеить. Давайте. Вот с этой стороны. И приклеили. Есть. Нормально? Да. Не жжет, все хорошо? Нет. Ну, если даже детки справляются, то я думаю, что я тоже смогу. Есть. Естественно. Следующую. Куда, на какую ленточку? На эту можно вот немножко вот так сбоку, чтобы крылышко делать. Да, можно крылышками. Давай крылышко. Вот так. Вот так. И мы приклеили. Угу. Вот. Сейчас мне очень нравится, что сейчас людям надоела серая бытенность и делают праздники. Раньше не делали так часто. Хочется чего-то цветного? А? Хочется чего-то цветного, някого, красочного. Да, не делали праздники. Когда мамочки приходили из роддома, за границей было популярно украшать комнаты, делать праздники мамочке и ребенку. У нас такого не было. А сейчас вижу, одни сделали, вторые, третьи. Люди, это прекрасно. Дарить радость друг другу, дарить тепло, заботу и внимание. Даже три цветочка подарить, вот просто в обыкновенный буднике. И для женщины уже праздник. Это уже, да, огромный праздник. Ой, я погну, не туда, ну, ну, я сейчас вот сюда, вот сюда, вот сюда. Сюда, да, сюда. Все, это поправимо. Давай, куда мы спляем? Поэтому, да. Поэтому дарите друг другу тепло, радость. Вот такая красота у нас пока получается. Небольшая, как гирляндочка из бабочек. Хочется вам показать. Да. Сейчас мы, вот таких бабочек нужно, таких гирляндочек нужно наделать несколько, 3-4 штучки, потом мы будем цеплять. Но мы покажем только на одной, как мы прицепим, для того, чтобы наши телезрители знали. Да. Вот давай мы ее сюда завяжем. Завязываем. Я отпущу это. Очень интересно это делать с детьми. Для детей это так, потом будет интересно засыпать, интересно просыпаться, смотреть, вспоминать, что это работа сделанная с родителями. Поэтому, если у родителей нет, например, времени делать это с дома, они могут приходить к нам, делать это у нас в студии декори-флористике-букетике, потому что они не только смотрят, они вместе и делают это с детьми. Мы их заставляем. Работают все. Бедные родители. Да и родителям самим интересно, они же, сидеть им просто скучно, они смотрят, как дети делают. Теперь мы прокручиваем ленту вот так. Да, 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 мы прокручиваем, чтобы оно... Сейчас, сейчас, сейчас. Запуталось. Уже что-то в наш ловец снова, уже что-то попало, уже что-то запуталось. Какие-то очень хорошие, наверное, сны. Наверное, хорошие. Надо быстренько сделать дырочку, чтобы они попали к нам. Так, вот такая красота у нас получается. Да. Так. Все, и вот. Вот так мы прокручиваем, чтобы сделать такую паутинку. Вот сюда прокрутили. Я думаю, можно в хаотичном порядке, как нравится. Как нравится. Это же наш ловец снов. Это же наш снов. И они будут выходить так, как нам хочется. Вот так. Можно плести паутинки ажурные, большие. Они очень разные, очень красивые. Ну, вот. Это, в принципе, более простой такой вариант, потому что... Я думаю и надеюсь на то, что каждый ловец снов, который изготовят наши телезрители, заберет в себя только хорошее и отдаст только хорошее вам. А все плохое задержится в нем до наступления рассвета и просто испарится. С первыми лучами солнца. Естественно, очень много плохого, которое хотелось бы, чтобы просто исчезло. Что, я думаю, что мы уже практически на завершающем этапе. Вот такая, да. Да, вот. Вот такая у нас получается вот такое кольцо. Вот такие отверстия, через которые хорошие сны будут попадать в нашу голову, в наши мысли. Отлично. Если что, у нас остался еще один завершающий элемент декора, который мы тоже должны как-то задействовать. Что мы с ним будем делать? Бусины. Это самое любимое. Бусины можно повешать. Сейчас я покажу, как. Показывай. Они вешаются очень просто. Давай сейчас вот это. Мы показали, как сделать? Сейчас мы повешаем бусинки и покажем наш волососной, который должен получиться. Да, который должен получиться. Что мы пока делаем только заготовочки. Мы делаем, да. Бусы мы одеваем вот так. Они должны быть и внутри волососной, и по бокам. Мне кажется, чем больше, тем лучше. Может кто-то бусы не любит, но я их очень люблю. Я их стараюсь во все подделочки. Девочки, когда делают композиции, флористы у нас из цветов, они тоже часто добавляют туда бусы, камешки, бижутерии, брошки. И поэтому наши композиции такие необычные, красивые и пользуются таким успехом. Давайте вот еще. Можно опускать. Они просто закутываются. Ага, они должны просто быть. Да, они просто есть. Так. То есть украшаем в любом порядке, как нам нравится. Главное, чтобы это действительно нам нравилось. Можно бусы. Можно больше всего бус. Можно несколько бабочек. Так, вот смотрите, если мы возьмем, добавим несколько гирлянд, давайте я покажу. Вот должно получиться вот так. Давайте мы положим вот это сюда. Ну, можно сюда положить. Смотрите, если мы добавим еще несколько гирлянд, то у нас получится вот такая прелесть. Вот. Ну что ж, я думаю, очень красиво. Да, 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 жалко, что у нас очень мало времени. Мы бы показали полностью, как оно делается сначала до конца. Но я думаю, что мы бы показали самое главное, как оно начинается делать. А уже гирлянды. Одну повешали, дальше вторая, третья, пятая. И все. Бусики доклеили, долепили. И вот ваш чудесный левец снова уже готов. Спасибо тебе, Наташенька, за то, что показала нам такой чудесный мастер-класс. Я думаю, это не последняя наша встреча в эфире программы «Новый день». Субтитры подогнал «Симон»